Как я там? Нормально выгляжу? Шикарно. Что-то я себя не вижу. Где я? Вот, море. Сейчас пойдем купаться. Тэнся, тэнся. Тэнся по-китайски значит, подождите. Тэнся. Купаться? Да, конечно, что. Бегом. Купаться, а потом это, на лавочке. Где-то ко мне подошли, прям на пляже подошли. Солдаты говорят, типа, ээээ. Я говорю, ээээ. Земля существует миллиарды лет. Человек живет миллиарды, два миллиарда лет на земле. Вы это верите? Я не верю. Мы ископаемые динозавры. И лунка. Лунка. Лайфхак от путешественника Николая Серого. Да, ты вода. Никуда не денешься. Тук-тук. Эй. Что-то вы тут нормально стали, да? Шалом, Олейхин. Да, да, да. Что ты там уже, это, с камерой-мамерой? Ну, наверное. Музыку слышишь? Нет. Давай, давай, настраивай резкий. Только музыку моря. Да, да. Потому что я целую ночь под нее вот так же уру-руруно. Вот тут прям нормально вы тут. Надо было снимать злодей. А? Надо было снимать. А я снимаю. Видео. Да. Вот, видишь? Это все? Короче, вот так. Все. Это только начало. Чего? Еще не все начало. Город, в группах, ребятки, мы и ночуем. Все говорят, что я живу в палатке. Я не живу в палатке. Я только ночую. Торчкую. Музыка. Сейчас, сейчас, сейчас. Ничего себе. Да ты что, у меня тут все. Вау. Сейчас покажу. Хорошо, хорошо, хорошо. На, повесь там. Зачем? Все, музыка играла. А, хотя нет, она же это, YouTube возьмет за это. За нарушение авторских прав. Вот, вот, вот. Не мы авторы, а они авторы. Есть такое. Да. Вы тут это, утром корову, корову проходили, или вы? Нет, нет, это вчера вечером, ну не вечером, ночью, ну или когда-то, нет, давно уже. Не, ну это я уже привык к этому. Это же запах и природа. Вот, видишь, у меня как, смотри. Давай, пока есть стоячий штатив. Стоячий, надеюсь. Самоходячий и самонастоящий. Да, да, да. Я объясню, чего к чему. Ну и себе тоже. Сколько квадратов у вас жилплощадь? Вот это самая лучшая квартира. В мире. Два квадрата. Два квадрата. Это лучше, чем 150 квадратов в Москве. Кремлевская набережная, дом 1. Это лучше, потому что это Дербенская набережная, палатка номер 1. Вот, видишь, смотри-ка. Я отказался от спальников. Вот это вот как раз спальники есть до плюс 25. Вот он. Это я брал Таиланд, когда там похолодало. У нас потеплело, у них похолодало. Как я там, нормально выгляжу? Шикарно. Чуть я себя не вижу. Где я? Вот. В кадре. Там, да, короче, смотри. Я перешел на покрывало. Лисовый. Вот такие штучки. В этого тигра в Таиланде, наверное, завалили. Да, да, нет. Это я выбрал Мухаммад. Огромное ему спасибо. Бацанам. Вот. А это наборная уже. Это сестра выдала мне. Угу. На Лесе. В Подмосковье. Вот там раз, два, три, четыре. Видишь? Угу. Четыре вижу. Да, смотрим. Да, смотрим. Да, четыре, да. И небольшое. Это выдала мне одна тёточка Кулизар. Карачаева, Черкесия. Это у меня, как этот самый, матрасик. Толстенькое оно. Ну, всё это тяжёлое. Весит килограмм, наверное, ну, 10, наверное, всё вместе. И вот, ну, камуфляж без него никак. И два коврика. Обычный туристический. Угу. И вот такой вот. Не тонковат он? Пеноплекс. Надеюсь, всё это тонко. Он уже сдулся. Он был два раза. Ну, и что? Ему лет 18. Не чувствуете холода? Нет, нет. Ну, потому что тут ещё, видишь, вот этот фольгированный пеноплекс. Не, не пеноплекс. Пеноп... ну понятно ну и представляю вам море каспийское я вспомнил какой же это море то в итоге да короче холодное каспийское море вы уже ходили поверяли да да я уже фотки сделал там на лавочке видишь ты тоже так пройдись так вот лавочку с ними там она такая затонуть собаки тут шуршали знаешь прям носами рыли как эти самые под вас не под меня слава богу лишь я почему ботинки достал отсюда из пакета салам алейкум доброе утро потому что они любят любят таскать пакет не курить да и нету мы не курим мы не будем к сожалению сейчас у меня есть как без зажигалки путешественник съемка продолжается надеюсь вот вот наш друг да давайте пошло дело вы кто от по национальности лезгин вот это очень мощная национальность ну сейчас все в бербенте и в городах все уже да ребята национальность нет просто как бы привязанность к месту национальности сто процентов отец откуда вы его вот то что я очень люблю магаромкент любую лезгинов лакцев тоже лакцы говорят бар чала не бар кала бар чала да 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 какой силот какой из пушарского района усарский кусар сары куба да да знаю знаю с той стороны ну перед союзом ты сюда приехал а перед развалом вернее давно было я с 84 года гражданин советского союза тогда на конкурс институт направлены или а-а-а-а что уже пушкетра и на районный центр советский район или зеленый пункт или дождь свой башка автоматизация вот кто подымал ставропольский край якши балды ну что что у нас теперь дальше море сейчас пойдем купаться пенсия 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 по китайски значит подождите пенсия купаться бегом а потом это все берите плавки они сто себе значит это сходу бежу беги как не попал это самое главное нет это как раз не главное второстепенное главное то что мы живы здоровы и сухие я смотрю на эту хрень не могу понять что такое машинка там динамик надо выдрать зачем вам зачем он да у меня лишь лишний вес да 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 ну я иногда что-то собираю вот очень интересная штука сигарета как она электронная да зачем сейчас объясню короче для того чтобы сделать фонарики и можно из них делал даже пауэрбанк здесь есть что зарядное устройство type-c причем с дисплеем там еще батарейка на может быть тысячу миллиампер часов и все вот это все вынимаешь от все выкидываешь мишуру и электронику оставляешь для себя чтобы сделать фонарики или еще что-нибудь можно сделать зарядку даже пауэрбанка большого а вы думаете может может там аккумулятор одноразовый не заряжается и не нет вот как раз они заряжаются если есть зарядка и заправляются и заряжаются нет заряжаются до заправка ты мне не нужна я же не курю вот эту хрень я использую как дезодоранты не дезодоранты а что-то ну она пахнет нет пахнет она хорошо отпустим вот здесь кстати очень хороший зарядки тяни даже десятитысячный пауэрбанк ничего себе вести на русский поржали и будя все снимать палатку я уже много раз снимал на таймлэпс все окупаться летом вы на календарь посмотрели я понимаю что вы это видео на ралетом увидите но блин сейчас явно не лето сегодня 8 декабря дьяхан декабря дьяхан кстати по-любински палатки это дядька я хон ничего себе я уже размечтался тут контент снять морж я думал в морж блин а потом что делает а потом ты чё делать бежать где сушиться бежать куда бежать граница вот рядом по берегу пока не просохните тут очень часто ходят корабли они сейчас ходят пограничные корабли это же граница российской федерации и удивительно что здесь вышки не стоят вот имеет они там подглубжена стоят их не видно до подводные серьезно полный серьезный и тут иногда вот где-то 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 ко мне подошли прям на пляже подошли солдаты говорят типа свой я вруну оттуда конечно в плавь блин вот шоу оборудование представляешь чуть не связали да нет здесь они все нормальные потому что не такие прям официалы официалы но тем не менее очень часто бывает вопросы какие-то будут такие а что ты здесь делаешь ну шо я здесь делаю шо я здесь делаю туда покажи секреты узнаете шо я здесь делаю я копаю точно я не догадался я не догадался копаю на оружие это я копаю под пятую точку лунку потому что на плоской поверхности спать очень сложно вот есть много путешественников вот вижу домики заброшен да я кстати думал чего не в домике вот там пол кафельный спать на нем эту неделю можно за всю жизнь неделю можно но когда долгое время в палатке конечно начинаешь понимать где-то нужна лунка где-то нужно завалиться в эту лунку где-то нужна ложбинка да вот с помощью вот этих хитростей маленькую копаю нет мы сейчас двинем палатку я хочу это увидеть она вот такая вот то есть у кого каждый под себя не но размер практически одинаковую всех ну кто как от кормил душ да вот большая парк паркала то есть спасибо тебе за эти чудушки ты там ел чудушку с тыквой да и осколками грецкого ореха с тыквой грецкий орех там был ты не осознал просто я познал познал они вообще пустят прям еще это как мороженое знаешь с шоколадными шариками это открытие да для кого-то да вот они остаточки тыквы вещь кстати вся америка сидит на тыкве речку не едят грибы не едят а ты пугать почему пока вы так покажите мне чё там под палаткой то что вы там откопали правда не могу а целый паузу нельзя сдвинуть нет конечно ладно да да потом когда я сниму все мы увидимся после рекламной паузы однозначно шалом алейхейм салам алейкум и хаума лаула о нем касси и но это правда до свидания несут дело важно о нем касси и это но я короче замучий такой по-корейски вот мои длительные пребывания на матушке на лоне матушки земли и в лоне тоже вот не в лоне я уже вылез из лона на лоне на природе короче на плоскость я понял что почва почва это не просто почва это как раз и есть тот синтезатор который синтезирует солнечный свет нефть ну то есть в жир то есть масло да вот все что на чем ездит человечество это все масло масляные фракции жировые фракции нефть масло подсолнечное масло рапсовое масло до любое масло чернозем почему ее берут и вот так вот труд никогда не замечал нет это земляная нефть в смысле в этом грунте прямо видно фракции вот эти нефтяные не фракции а вот этот жир который каким-то образом мне так кажется не кажется я так думаю что они проходят сквозь землю и там где-то сквозь грунт 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 и где они там залегают на километре ниже и так далее там подобные с помощью фотонов протонов нейтрина частиц бозона хиггса выговорил это слово они туда каким-то образом попадают и там уже концентрируется конденсируется то что нам говорят что нефть заканчивается закончится и заканчивается и поэтому цена поднимается на бензин это все в раке солнце-то всегда светит куда такая огромная энергия солнца уходит она попадает на нашу планету и куда она уходит и вдруг как-то нашли нефть который раз там уже за сто лет кончилось хера себе земля существует миллиарды лет человек живет миллиарды два миллиарда лет на земле вы это верите я не верю мы ископаемые динозавры а нефть кончилась за сто лет видимо нас очень много да рекламная пауза раз два три пошло 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 куда пошло все пошло и так лунь гербин гербин лунь и лунка лунка лайфхак от путешественника николая серого хай флаг ну ладно это уже по-китайски короче вот эта квартира два квадратных метра вот ну туалет на улице к сожалению были надо было брать три квадрата баня тоже на улице вон она вот она греется веке греется до кипит еще кипит кипит еще немножко подождать до жду когда остынет слишком горячие короче палатка должна быть двухслойная запомните двухслойная не зря там буквы х есть короче кто не понял тот хороший человек да должно быть два хороших человек желательно разного пола вот это второй слой это летний да 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 это на комарне желательно чтобы он был полностью такой это первый даже да вот это чтобы эти пассажиры они не стали пассажирами чтобы они не стали клиентами вернее чтобы мы не стали их клиентами вот это очень противный муха чтобы зайцами не заходили куча она сразу на меня летит свой человек говорит хозяин хозяин так вас можно по лункам проследить ваше место пребывания ух ты это всего прямая поверхность становится комфортно и мягко пятую точку седьмую точку первую точку иногда бывает же ночью что это эйфелева башня смотрит на восток туда и завалил и все глубины хватает не фуфела а эйфеля глубины поджимаешь к себе и все вот короче все дальше можно не снимать да потому что это уже есть все выложено причем на таймлэпс губах всех я помню но я все-таки заснял телефон замерз конечно подмосковье у я в принципе даже один когда один я да я тоже так спокойно собираюсь я никогда никуда не тороплюсь бывает что иногда я тороплюсь ну по каким-то причинам вот короче что палатка была чистая всегда ее надо выпукнуть нежданных пассажиров вот и поймать сны на следующую ночь ловец снова вот нас поймал быстренько быстренько пока они не не рассосались их надо запечатать так океан у нас стынет может быть не 3 серия когда я пойду эйфелеву башню охлаждать они наоборот греть нам надо определить холодный или теплая или кипящий кстати будут еще очень интересный показатель работы солнца и вообще получение земли энергии ну и воды тоже вот откуда такие волны ветра же вообще нет ну да есть ветер но не настолько чтобы знать такие волны они постоянно вот такой скоростью с такой интенсивностью сколько я здесь уже 12 часов приснилась до 28 до 8 вот они постоянно салам алейкум наши братья рыбакирую я правда не рыбак и вот каждая вещь она имеет свое предназначение иногда двойное тройное или как камуфляж вообще 300 все должно быть всегда с собой а где этот колышек потому что он не воплывший путь кирпич угу ставишь прям первый колышек оставляю а там вот такая плита вот водорнивший я вместе с ним ловил снэй желательно что все это было чистить то есть нежелательно обязательно может если нечистый то нечистый ну или даже неверный все это утирается видите какой контент дело такое когда у людей ну или добряки иногда такой грунт бывает жесткий ногой заталкиваешь и вот он гнется я даже научился копать ямки на каменистом грунте ну когда камешки на жестком грунте это вот допустим на чеха тибетском нагоре в горах здесь в Дагестане тоже выкапану луночку ну я очень хорошо сплю везде просто как уладенец так как мы пока сюда ну в принципе все да и стоянку разумного австралопитека австралопитека москвапитека москва подмосквапитека можно узнать по нефтяным скважинам но это еще не сама скважина это только начало вход так сказать подземелье вы геологорассветку проводите короче один чеченец или кавказец или дагестанец не помню кто уделал кто у нас там в Москве этот самый Силуанов, Силуминов, Собякин Кабянин Собянин и вот он говорит там в метро они зашли с этим кавказцем ну он тоже какой-то официальный человек не помню фамилии конечно и они зашли в московское метро вниз туда под Москву и Собянин что-то говорит там вот у нас в Подмосковье а чеченец такой раз выберет так за локоток и говорит о я теперь знаю как оно реально выглядит в Подмосковье Москва сверху метро внизу представляешь Подмосковье это не то что вокруг как это Подмосковье это вокруг Московья а Подмосковье это именно метро это мне вот в этом году рассказали все фамилии имена и случаи были выдуманы рекламные три паузы ом проехали и ом ом и ом и